До чего техника дошла, говорят участники соревнований. Совсем недавно, говоря стрелковый тир, предполагали помещение, где грохочут выстрелы и пахнет порохом. Сегодня летящие пули заменяют невидимый лазерный луч. Военная кафедра политеха старейшая. На Алтае, кстати, ровесница самой победы. На этом этаже участники, преподаватели, сотрудники кафедр вуза, всего 10 команд. Соревнуются, кто быстрее и правильнее разберет и соберет автомат Калашникова. Сразу видно, кто служил в армии. Патроны заклинивают, если где-то в боевых действиях, то приходится разбирать. Для смазки также оружие нужно. Для чего на время надо у военных спросить. А так, в принципе, надо знать, как устроен автомат, если с ним обращаться. А здесь лучшим стал лаборант Дмитрий Никонов. Оделся в костюм химзащиты, как нам пояснили, даже быстрее, чем на отлично. Служил в армии. Мало ли что может случиться. Тем более политическая обстановка у нас обостренная. И все может пригодиться, все надо уметь, все надо знать. По итогам всех состязаний лучшей оказалась команда факультета специальных технологий. Политехи поделились планами, что в следующем году, в год 75-летия Победы, здесь устроят городской или даже краевой чемпионат. Рассчитывают, что к ним присоединятся и военно-учебные центры других вузов. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. Кочетков. Продолжение следует...